Народное славянское радио Всем здравия, с вами Народное славянское радио Алексей Орлов Сегодня мы встречаемся с Яной Голощаповой, известной многим как Яна Сабля Здравия тебе, Яна Здравия И поговорим мы сегодня, вернее, как сказать, продолжим мы сегодня говорить на тему, связанную с фильмом «Викинг» И не просто мы будем обсуждать в очередной раз эту пошлятину и гадость, на мой взгляд Здесь можно добавить не только гадость, но и провокацию А мы сегодня поговорим о том, что мы делаем для того, чтобы такую пошлятину, гадость и провокацию более не допускать И какие уже предприняты действия со стороны Яны и со стороны тех людей, которые на призыв Яны отозвались И которые проявили свою жизненную позицию, гражданскую позицию Я предоставляю микрофон тебе для того, чтобы ты рассказала, что сейчас происходит по этому направлению Пожалуйста Благодарю за такую возможность 25 января было подано в городскую прокуратуру города Саратова заявление, групповое Итого всего 16 подписей о признании фильма «Викинг» экстремистским материалом Заявление было подано, принято Буквально на следующий день уже стало об этом известно первому каналу И тут же моментально была реакция, вышли какие-то статьи о том, что если у Яны Калащаповой есть претензии, то пусть она их адресовывает Нестору Сбор каких-то, видимо, проплаченных отзывов от слушателей, смотрителей этого фильма Восторженных, которые говорят Боже, какой фильм, как я была воодушевлена Наша вера действительно самая правильная Каков невероятный кадр по крещению, как он вдохновляет То есть первый канал начинает предпринимать некие шаги Но пока они вот такие довольно, скажем так, смешные Пока они соразмеренные, получается, тому объему, который сейчас поступает в противовес Не знаю, сложно сравнивать объем Не, ну если бы, например, подали не 15, не 18, не 20 человек, а подали, например, 15, 18, 20 тысяч Вот тогда бы уже не ограничивались только восторженными высказываниями Что просто завалена редакция восторженными письмами И эти все негодяи Они там представители пятой колонны Это все проплачено, все иностранное, ну и так далее и тому подобное То есть пока мы говорим о том, что вот на количество поданных заявлений Идет адекватная соразмеренная реакция Если количество заявлений будет увеличено, то, естественно, и реакция будет тоже увеличена Вот это моя точка зрения Да, возможно, конечно Какие уж до каких мер дойдет, не знаю Наши методы правовые и правда на нашей стороне Что мы можем сделать еще? Я знаю, что город Ульяновск тоже подал точно такой же иск То есть Саратов – это первая ласточка Дальше нужно больше охват Я знаю, что есть еще желающие, которые собираются пойти Это в Екатеринбурге Ну вот И вы понимаете, что такое Ну вы, это я обращаюсь уже к широкой аудитории Надеюсь, что нас слушают Что такое возмущение регионов? Возмущение регионов – это большая сила Это очень существенно И если таких исков будет по стране В каждом городе, где шел прокат А между прочим, не в каждом городе шел прокат Мне сказали, что вот в Евпатории, но не проверяла эти сведения А в городе, ну в каком-то вот прям объявлении висели Что мы викингам не показываем Я просила уточнить мне эту информацию Прислать, может быть, объявление Ну вот уточнений не было Но все-таки кто-то на местах решает Я знаю, что некоторые отказывающие кинозалы прокатывать викинг Столкнулись потом с другими трудностями Прокатчика Одним тогда говорят, ну тогда вам не дадим и другой фильм прокатить Который, допустим, хороший, но тоже прокатчиком является они же Ты знаешь, мне это напоминает советские времена, когда был дефицит многих продуктов питания И когда нужно было распродать какие-то залежавшиеся продукты То в этом случае устраивали нагрузку так называемую То есть даем тебе батончик сервелата финского, например, да Но при этом ты наберешь вдовесок, причем это не оговаривается Например, там банку Сайры, банку этого, банку сего и банку этого То есть покупаешь сервелат на рубль двадцать Но при этом на три рубля покупаешь продукции, которая не пользуется спросом в данный момент Но при этом план магазины по продаже делают Вот это называется нагрузка Примерно то же самое здесь Если вы не берете викинг, то в этом случае других качественных продуктов кинематографа вы не получите Это вот такой известный метод В принципе, вполне оправданный, это можно все понять Распространитесь среди наших жильцов А если не будут брать Отключим газ, да Что мне хочется сказать по-житейски, по-обывательски Друзья, я никогда в жизни не подавала прокуратуру никаких заявлений Я не имею юридического образования и каких-то специфических знаний Но это не страшно Вот обывательский человек рассуждает так, что не хочу с этим связываться Это же, ой, это, вот поверьте, нет в этом ничего страшного Наоборот, страшное Мы себе сейчас не можем это позволить, не проявлять гражданскую позицию Иск, типовой иск разработан Со мной связались общественное движение Открыто просит не выкладывать полученные вами документы Потому что, ну, как одна сторона пытается собрать силы И найти ходы, как воздействовать грамотно и юридически Так и вторая сторона точно так же не дремлет И какими-то проплаченными троллями, наверное, здесь не обойдется Они меня уже посещали, уже страничка была всяческая Попытка все это, как говорится, перевернуть, переврать Уже была Вот, я хочу сказать, что нет в этом ничего страшного Есть типовой иск прокуратуры Вы его можете получить В шапку пишите, что Обращение прокурору города, ну, какой-то там, допустим, Челябинск Допустим, Новосибирск и так далее Фамилию прокурора города дали От кого там себя, свои данные вносите И этот иск, если он групповой, внизу, значит, подписи людей Если единичные, то это тоже хорошо Все, вы распечатываете экспертизы Понимаете, в чем здесь еще моральная подстраховка? Ну да, мы же не являемся специалистами какими-то Но у меня на руках экспертизы экспертов Людей, которые подтвердили свою Как сказать, квалификацию Дипломами, сертификатами Они все приложены Что человек пишет экспертизу Что я знаю об ответственности От дачи ложных показаний и так далее Это все грамотно сделано И вот я хочу вам сказать, друзья, мы вот здесь У нас ведь происходит большое дело Мы объединили, объединяемся Это нас объединяет Потому что общественная организация Которая со мной связалась Это люди, обычные люди Средний мелкий бизнес Москвы Которым надоело вот эта льющаяся грязь с экранов Они уже несколько лет противостоят Пошлять не в искусстве Книги, фильмы и так далее В их числе они стараются с этим что-то сделать Они исповедуют, кстати говоря, христианство Это нам не помешало найти общий язык Я получила поддержку Вот предок, каков был, не был Крещеный, не крещеный Но удар был нанесен по общему предку Урон моральный Урон Ну этот фильм Это идеологическая диверсия И любой здравомыслящий человек Он понимает, что этого быть не должно Вот И вот это общественное движение Запросило и получило То есть оплатили эти экспертизы И у нас на руках две экспертизы Культурологическая Которая подтверждает, что да Да, да, у славян, как у этноса Есть повод возмутиться данным продуктом Он несет в себя оскорбительные моменты Он несет в себе уничижение славян, как этноса К нему относятся русские, украинцы, белорусы И вторая экспертиза психологическая Которая ясно дает понять, что 12 плюс Никаким образом быть не может Это ошибочная Возрастной диапазон указан А от 18 плюс это наступает тот момент Когда идеологически То есть а зачем зрелому человеку Показывается идеологическую диверсию И вы идете в прокуратуру Не только что вот я и мне кажется А у вас У вас очень грамотный Получается подход У вас приложены две экспертизы Вот Не принять такое заявление Отказать В каком это линии Невозможно То есть вы говорите свое мнение И прикладываете мнение эксперту Все очень грамотно Расходов этих каких-то дополнительных Не несет Только там, я не знаю Проезд на маршрутку туда и обратно Все Единственное, что может последовать Если вы сделали групповое заявление То двоих или троих из списка Могут вызывать и спрашивать Когда смотрел фильм Что именно не понравилось Если билеты сохранили То хорошо Если нет То уже ничего страшного Давай теперь немножечко Застрим внимание На некоторых моментах Которые Здесь ты подняла Многие говорят Что очень красивая сцена крещения И очень здорово Что многим она понравилась Если эта сцена занимает Три или четыре Или пять минут Я счастлив Что хотя бы что-то есть светлое В этом фильме И я рад, что те люди Которые исповедуют христианство Они увидели вот эту радость Я реально рад Потому что У нас сейчас очень много Серости в мире И когда вот такие яркие моменты В фильмах показывают Это дорогого стоит Но хорошо Пять минут Это сама сцена А дальше Там есть что-то светлое В этом фильме На твой взгляд? Нет там ничего светлого В этом фильме И сама сцена крещения Она, конечно, говорит о том Что у нас было Общее советское прошлое Потому что Она так напоминает Мне, например Пионерский лагерь Где нас водили купаться На реке Ну, оставя перед этим Сетки Там вот Чтобы глубиной дальше Метр За буйки не заплывая Сетки не рвать Да, да И такой физрук стоит И говорит Ну только по свистку Смотрите Раньше времени Чтоб нет Все готовятся Да И он Купаться И мы так Аааа И вот то же самое Один в один Ну и, конечно, форма Там просто в белых Наконец-то в белых и чистых Просто вот наконец-то Белые чистые одежды И так вот все Ааа В реку Ааа Вот То есть на твой взгляд Это тоже искажено, да? Это такая примитивщина Что уважающего себя Христианина Это вызывает тоску, печаль Просто немоготу Потому что Ну так убого агитировать А почему нельзя показать Достоинство христианства Не принижая Исконды Древней Культуры Славян Ну Почему? Почему Чужо так-то убого делать? Хорошо, да Давай точнее Получается, что Своими исками Ты ни в коей мере Не идешь против Какой-то религии Или против христианства В данном случае И не хочешь кого-то из христиан Призвать к ответу За то, что Вы Вот так вот воспринимаете Вот вы Вот такие сяки Потому что многие Вот я когда смотрел Отзывы об этом фильме Они как-то писали С большим напрягом По отношению к христианам Какая-то была Реакция Не против того Как сделан этот фильм Не против того Что Как говорили многие Просто бюджет был распилен Ну в глаза бросается Что не стоят Вообще таких денег Почему-то Некоторые люди Стали обращать Внимание На то, что Вот вы Христиане И так далее И тому подобное Я не слышал у тебя Ноток против кого-то Дело в том Что рядовой христианин Не виноват Он не организовывал Это И думающему человеку Думающему человеку Понятно, что это Идеологический продукт Сделанный Топором Очень примитивно Прямо выструган Можно сказать И Порадовать Такого вообще Я не знаю Кого может Я хочу сказать Очередной раз Что Данный фильм Это тест Хороший тест Если человеку Понравилось Но с ним Что-то не то У него Видимо Душ Как-то Духовное Заражение Произошло И ему нравится Это Ну либо Это откровенный враг Если фильм Вызывает Отторжение Значит Вы здоровый человек Вы мыслящий человек Вы адекватный Вы патриот Своей родине Вы чтите предков Опять же Предок У нас общий Кто-то принимал Крещение Кто-то может Насильственно Принял Кто-то еще Как Это наша общая история Мы не можем Так как больно Плевать в общего Плетка Вот так вот Взять и валять В грязи Вымызать Одеть в какое-то Рубище серое Это как мешки Из-под картошки Три дырки Сделал и одел Женщине без головных Уборов нормальных Без этического Поведения Не было так В патриархальном Строе Так подобного Поведения Женского Которого Показывает Этот фильм Как можно Так в наших Общих Проматерей Плюнуть То есть Другими словами Ты говоришь Следующее Что люди Показанные В этом фильме Не соблюдали Элементарных Канонов Поведения Женщины Выглядят Как какие-то Блудливые Похотливые Девицы Которых Можно легко Взять Мужчины Какие-то Оборванные Непонятные Гадкие Вонючие Завладеть Чем-то Имуществом Или Завладеть Как чей-то Женщиной Алексей Тут хочу Сказать Что там Не было Показано Женщины Как блудливые Такого Нет Я не это веду Что они Отдаются Направо Налево Под каждым Забором Всем проходящим Зазывают К себе Я имею Ввиду Другое Что Если Человек Одевается Подобающим Образом К какому-то Действию Или для Какой-то Цели То это На что-то Намекает Ну К примеру Если Я вижу Женщину Полицейского То я Знаю Что к ней Надо обращаться С такими-то Вопросами Если Я вижу Женщину Врача Одетую Подобающим Разумом Я к ней Обращаюсь Как женщина Врача Если Я вижу Женщину Например Машинистку Я понимаю Что это Человек Который Меня Куда Довезет Если Я вижу Расфуфыренную Барышню В юбке Которая Еле-еле Что-то Прикрывает В ажурных Чулочках На высоких Шпильках То я понимаю Что это Не машинистка Что это Не врач Что это Не полицейский И к ней С вопросами По медицине Полиции Или доставке Обращаться Не будешь То есть Форма И внешнее Поведение Оно Означает Предназначение В данном Случае В данном Месте Этого Человека Поэтому Если я вижу Что женщины Простоволосые Если Они Себе Ведут Неподобающим Образум Это говорит о том Что что-то В обществе Не так Что значит Внешность Женщины Оно Что-то Отображает Вот Происходящее То что там Глубинное И то же самое Мужчина Если мужчина Оборванный весь Грязный Вонючий И так далее То в этом случае Он наверное Не семейный человек Потому что В семье Грязным Вонючим Ты ходить не будешь С тобой просто Твоя супруга Не будет общаться Твои дети На тебя будут смотреть Как-то не так Обычно Вот именно так Изображают бомжей А бомж Это тот Который не имеет Семьи в данный момент Или ушел Или выброшен из семьи И который Живет не в доме А на помойке И когда я слушаю Описание Твоё Других людей Мне предоставляется Некое сборище Бомжей Под каким-то мостом Или на какой-то Теплотрассе Где мужчина И женщина Вот как раз Так себя ведут Так приблизительно Одеты И они могут Производить С собой Любые совершенно Действия Что мужчины Что и женщины И там не следят Особо за чистотой За порядком За формой одежды За правила поведения И так далее Вот к чему я подвожу Да Это Убеет Поднешний облик Демонстрирует то Что культура Ещё не сформирована Сознание Ещё не сформировано Это ещё такие Полудикие Недочеловеки Которые Ну Ещё элементарной Гигиены Не знают Какая там вышивка Что Так Мешок одел И побежал Вот что Пытаются нам показать Живут они В сараях Какой там город Киев Да ещё и богатый Да ещё и с тысячным населением Да нет Сарай Ручёбы Хижины Вот этого самое Византии Константинополя Они дально-то кому платили Вот этим вот бомжам что ли Что-то я например Не встречаю Ни одного Современного Представителя Крупного государства Которое бы Например поехало Нашло бомжей И с ними Заключило договор О том Давайте-ка бомжи Мы вам будем платить Дальн Например Вот как-то я Не припомню такого Ну как-то не лепится Не суразится Но она опасна Она очень опасна Мы грамотные люди Можем посмеяться Но смеха тут мало Опасность в том Что русофобские настроения Которые были пропущены В Украине Ну сначала Фильм может быть Потом статья Потом может быть Одна передачка Потом две А потом валом Просто льётся Одна русофобская Истерия И Украина Платит Кровью Украина платит Потери своей страны Это высокая цена Страшная цена Из потерянных жизней И искалеченных жизней Вот к чему ведёт Вот такое вот Отношение К своей истории Они за 20 лет Забыли Что мы братья Вы представляете Насколько сильна Сила идеологии А ведь Фильм Викинг Надо судить Как идеологический продукт Фильм Викинг Это Это предательство Родины Я так считаю Таков уровень его Ну тогда в этом случае Экстремизм Причём здесь статья Надо тогда Поднимать статью Предательство Родины Я действую Как мне подсказывают люди Которые тоже Что-то пытаются делать И у них есть Юристы Юристы Единомышленники Они думали Семь дней Думали Как составить Этот иск Составили вот так Ты знаешь Мне сейчас вспоминается Короткий Очень короткий сюжет Когда показали Владимира Владимировича Путина После просмотра Картины Викинг И я обратил внимание Что Как-то взгляд его Был несколько растерянный Можно много Про Путина говорить Можно там Любить-не любить Ругать-не ругать Но когда он выступает На камеру У него видно Такой уверенный взгляд Посыл Он знает Что сказать Он знает Как себя вести Такая манера У него Хозяин такой Когда смотришь Сравниваешь Других президентов Или там Посланников Они перед Владимир Владимировичем Как-то теряются То есть Вот такая у него Сильная харизма И вот тут Когда я смотрел Этот коротенький Отрывок Я думаю Там было снято многое Я думаю Там ожидали Что он сейчас расскажет Как это здорово А у него какой-то Растерянный взгляд Он подбирает слова Нашел какую-то Мягкую форму Понимая Что государство Так или иначе К этому отношение Имеет И если он скажет Что ребята Это все фуфло полное Да вот извините За сленг такой Но не поймут Как это Глава государства Допустил на главном Канале Вот это самое И поэтому Он как-то так мягко Ну давайте будем считать Что это одна из интерпретаций Давайте будем считать Что это художественный Вымысел Может быть художественная Подача Вот это чувствовалось Что он подбирает слова Теперь понимаю Почему Когда я послушал Различные разговоры И различный анализ Этого фильма Разных причем сторон Они как в один голос Все говорили Ребята Это не наша история Это не наше прошлое От свиней Не рождаются Великие ученые Не рождаются ломоносовые А тут показаны Свиньи Бомжи Какой-то сброд Но не бывает так Что вот От волчьей ягодки Рождается яблочко золотое У большинства людей Я это услышал Где-то кто-то прямо Это сказал Кто-то косвенно Кто-то мягко Как Владимир Владимирович Так вот подбирал слова Но это звучало Это чувствовалось Что ребята Это не наша история Это не наше прошлое Это выдумки Шлёцера, Майера, Байрон Там и других ребят Которым ломоносов ломал носы За эти гадости И которые потом Ломоносов чуть не угробили А его соратников Многих убили Или в Сибирь отправили Как раз вот за то Что они сопротивлялись Этой гадости Это же получается Сколько уже лет Это всё тянется Да, та самая нормандская Теория По поводу неё Сделал очень грамотный Разбор этого фильма Историк Евгений Спицын Найдите его В Ютубе Посмотрите Он всё чётко разложил И вот то, что ты Алексей заметил Некоторую растерянность У президента А я тебе скажу Посмотреть этот фильм И не войти в шок Ну это Это сложно Даже Настолько крепкая психика Такой Владимир Владимирович И то Было видно Что он подбирал слова Ты тоже это заметила Да, я это тоже заметила Я думаю Что, конечно Эта история Будет иметь продолжение И он сказал Что Посмотрю этот фильм Ещё раз с удовольствием Я думаю Что может быть В рамках Как раз таки Разбирательств Прокурорских Судебных Как бы Народных Может быть Вот в рамках Вот этого Он ещё и посмотрит Может об этом и говорил Я очень надеюсь На это Потому что А как жить по-другому Как Ведь фильм Купило более 50 стран Для проката у себя Это получается Что теперь О нашем прошлом Люди Которые о России Вообще ничего не знают Они думают Что тут Медведи с водкой С балалайкой В ушанках Прыгают на Красной площади У многих представления Это не шутки И они считают Что русские Вот это свиньи Которые живут До сих пор в бараках Вот это С позволения сказать Кинематографическое чудо Разойдётся В эти страны Где о нас и так Приватное представление Искажённое И о нас скажут О! О! Точно! Точно! А мы вот так и думали Что вот эти свиньи Вот эти варвары Вот эти негодяи И гады Вот они всегда так жили Это вот всегда у них Это свойственно Они бомжи И это заразы Правильно там Рейган говорил Правильно Картер говорил Она вообще Железную занавес поставить От этих мерзавцев Вообще их задавить надо Безусловно Данный идеологический продукт Сработает против нас Если мы получается Вдвойне Ненормальны Если мы Будучи ненормальными Снимаем фильм о том Что мы ненормальны И предлагаем посмотреть Об этом всему миру То есть это такая Двойная Трудно говорить Даже об этом Подбирается Слова То есть здесь Сделали Гадость Испортили Атмосферу Так еще И вышли На улицу И макают Теперь в гадость Кисточки И вот этой гадостью Красят заборы Чтобы все Проходящие Чувствовали Плохой запах И видели Плохой цвет То есть получается так Welcome Друзья Идите в нашу рашку Да Вот как вот сейчас говорят В рашку Вот именно так Уничижительно Идите к нам Смотрите Какие мы свиньи Не хотите Ну в принципе А что вы пойдете Вы и так Забор посмотрели Цвет понятен Запах ясен Что идти-то Это потрясающая Такая вот Психика Я не представляю Как можно Жиреть За счет Народа И настолько Презирать его Как можно Вот это вот Мы же увидели Именно это А самое потрясающее Что ведь мы Стараемся Работать на имидж России Во Внешней политике И сколько было Сделано И сколько стран Уже обращаются К России Как Практически Ну спасителю Как Гаранту Какого-то Равновесия В мире Как Той Страны Которая Принесет Духовность Свет И что Мы покажем Вот это Другим А я хочу Сказать Что если Это восточные Страны То Почитание Культ предков Там на первом Месте Если мы Сами Не показываем Этого же То мы Для них Никогда Не будем Авторитетом Для того же Китая Для Ряда Других Восточных Стран Они посмотрят На нас Как на Странных Это я Мягко Говорю Это не только Восточных Странах Я когда Общаюсь С прибалтами Когда я Общаюсь С германскими Знакомыми Своими И другими У них Почитается Культ Предков У них Предки На первом Месте И у них До сих пор Проводятся Праздники Которые Не удалось Учитывая Инквизицию Которая Бушевала На территории Европы И России В свое время И многие Миллионы Людей Были Сожжены Уничтожены Несмотря На это Культ Предков У них Сохранился И они считают Что их предки Величайшие Что они Заслуживают Почитания И уважения И если бы там Вышел Аналогичный Фильм Я думаю Что очень бы Быстро Был поднят Вопрос Не просто так В судебном Каком-то порядке А еще И где-нибудь В Сенат Какой-нибудь там Бундестаг Еще куда-то Это было бы Все вынесено Вызвали бы Создатели Этого шедевра Для того Чтобы они Отчитались И сказали Почему вы Наших предков Так плохо Представили Это первое Во-вторых Почему вы Потратили Такое количество Денег На то Чтобы представить Плохо Наших предков И третье А почему Такое низкое Качество По всем Вопросам С них Спросили И в том Случа Если бы Хотя бы На один Вопрос Они стали Запинаться При ответе То в этом Случае Они бы Давно Уже Сидели В тюрьме А их Имущество Боих Компаний Разделялось Б Между Гражданами Этой Страны Как Конфискованное В уплату Морального И экономического И прочего Ущерба Это было бы Очень правильно И трудно Себе представить В Китае Подобную Ситуацию Чтобы на китайские Деньги Там в Китае Просто патрон Выделяется На таких людей Их ставят к стенке На стадионе Приходи Смотри Даже снимают И показывают Чтобы другим Неповадно было А их имущество Делят И все Ну вот Я считаю Например Что кассу Которую собрал Фильм Нужно перечислить В музее Этнографическим Коллективом Которые чтят Хранят Культуру Которые ездят С экспедициями Которые собирают Песни Может быть Собирают Еще материалы Этнографические Вот все Что собрал Викинг И соберет По миру К сожалению Это должно быть В общем-то Отдано тем Кто хранит Эту культуру Это будет Конструктивным Правильным решением А Те деньги Которые затрачены На производство Этого фирма Конечно Должны быть Возвращены В бюджет Но Возмущение регионов Люди Не дураки Но не дураки Мы до такой степени Чтобы на нас Лили помои И мы молчали Но не то время Уже Мы же не в средние века Живем Ну как это Ну как это может В такой степени Не уважать Считать нас Окончательно Оболваненными Я понимаю Что очень много К этому сил Приложено И бесконечные Телевизионные Передачи И кстати У Драгнета Ведет себя Типично Для девушки Как будто Из дома Два Ну А все Значит Дружины нет У князя Рядом с ним Какие-то Братки Их поведение Из сериалов Ну вот Всех этих Криминальных сериалов Прям один в один Списано То есть он Ультрасовременный Там нет ничего То есть исторического Там нет вообще Там месиво Представлений Ну они говорят На современном языке Порой непонятно Они говорят На Культура речи Снижена Примитивна Поведение Отвратительно Рагнета Разговаривает Дерзко Ну вот Как раз Вот такое ощущение Что полжизни Провела как раз За экран И вдруг Выскочила Да Справит Папа Кто жених Ну что за бред Как можно не знать Кто жених Она не застегнута Одежда на распашку Волосы Растрепанные Вот так знаете Вот Так можно Выскакивать На двор Когда сильно Приспичит Дочью Ну никто же не видит Быстро выбежал Ну и забежал Обратно Вот так она вышла На городскую стену Встречать жениха Нам это показывает Что вот так себя вели Причем ей же По Если верить летописи 12 лет Мать стоит Смотрит На поведение Деть Дочери своей Которая Просто Приводит Она ведет себя Опасно Перед ней Ну воины Там конечно Воинами их не назвать Она так В толпу Папа Кто жених То есть Понятно Девушка растерялась Среди той толпы Которая стоит Под стеной Сложно понять Кто Князь На нем нет одежды Князя На нем нет доспехов Князя На нем ничего того Чтобы можно было Подумать Что он князь Это вот действительно Потом отец ей говорит Что мол То есть Осаживает ее Помолчи А она все равно дальше То есть Что нам хотят показать Девочки Ведите себя так Ну сколько Отвратительно Например В летописях указывается Что она Дала очень жесткий Отказ Владимиру В свое время Сказала Я не пойду за Рабибича Она Это делала Возможно В письменном виде Во-вторых Наверняка С позволения отца Это может быть И писал отец Ну как Двенадцатилетняя Может за себя Ну в патриархальном Обществе Потом Больше скажу Летопись Все-таки Писал человек Нестор Он был христианин И Мы допускаем То, что могли быть Погрешности Допускаем Конечно Мог он преследовать Некие свои интересы Конечно А почему нет Как сейчас Любая группа лиц Преследует свои интересы Так он кому-то принадлежал Давайте более широко И глубоко Смотреть на это Почему мы считаем Что только он Точно И абсолютно Как и было Описано На мой взгляд Фильм Вот по своему смыслу Он чернушный Он извращенный Сцены Сексуальные С ритуальной кровью Вот взрослому человеку Для меня Отвратительно Было С первого момента До последнего Начинается С убийства Животного Дальше идет Убийство Человека Там Ссора С братом И все И нет просвета Ни доблести Ни чести Ни каких-то Братских уст Ни каких-то Родственных Ничего Жизнь дикая Кто Кто предал Кто убил Из-под тяжка Тот выжил Другой не выживет Все остальные В полузверушном состоянии Возятся в грязи Зачем мыться Непонятно Эти побежали туда Взяли В общем Это какой-то Бесконечный бред Я честно говоря Не хочу это Обсуждать Про кинопродукты Я бы вот Все-таки Остановилась на том Что это Идеологический Продукт Который подрывает Наше Самосознание Который Подрывает Наши корни Наша основа И любого Здорового Народа Основа в том Культпочитания Предков Если Фильм снят Вот таким Образом Значит Снимали не о своих Предках Простой вывод Здоровая психика Так о своих Не отзывается Мы же Когда рассказываем О своих предках Мы даже Слегка Преукрашаем Мы склонны Рассказывать Немного добавляя Приукрашивая А здесь Это как Либо это Нездоровая Совсем Духовная Болезнь Какая-то Обуяла Либо это Не о своих То есть О чужих Может быть В полу Ненависти Что тоже Не очень Здоровое Состояние Так Может быть И можно И Безусловно Это внутренний Раскол Странный Зачем Расшатывать Эту тему Язычники И христиане Зачем Мы стараемся Найти общий язык Мы стараемся Найти Те самые Духовные Скрепы Которые Нас Соединяют И мы Понимаем Что Этмос Мы Славянский Этмос Вот Мы должны Искать Объединение И мы Должны Опираться На здоровых Людей Здоровую Психику Там Сам Князь Там вообще В принципе Так вот Если рассмотреть Здоровых Психических Никто Не показывает У всех Какие-то Проблемы Получается Что Даже Если Отталкиваться С точки Зрения Святости Крестителя Владимира То В этом Случае Он Предстает Как Некое Слабое Существо Мужского Пола Который Сам Ведет Себя Непонятно Который Постоянно Совершает Какие-то Гадкие С точки Зрения Нормальной Человекопоступки То братьев Убивает То Насилует Кого-то То Сам В истерику Кидается В какую-то Показывает Вот такого Святого Для христиан Человека Очень уничижительна Уничижительна Конечно Если Доброполляр Дочный Христианин Затумается О том Как стать Святым Пойду-ка Посмотрю Фильм Заходит И видит Это Будет в шоке Он скажет Ребят А можно Как-то По-другому В святости Получить Или Обязательно Все эти Пункты То есть Это еще И удар По христианству Получается Что Если ты Хочешь Быть Святым То В этом Случа Ты можешь Быть Убийцей Негодяям Мерзавцам Грязи валяться Совершать Братоубийства И так далее И при этом Ты просто Пойдешь Покрестишься И все И стал святым Получается Что сам характер То не меняется Как-то здесь Да Это удар По еще и христианской Каким-то На мой взгляд Сновым И надо же учитывать Что христианство Тоже строилось Не на пустом месте Оно Многое Именно наше Восточное христианство В себя взяло Из-за того Как жили наши предки И те устои Которые сохранились В христианстве Они тоже Говорят о том Что так жили наши предки Ведь оно очень сильно Отличается От католического христианства Да Или южного христианства Очень сильно И если посмотрите Совершенно разные пути Значит Оно было наложено На те устои Которые были у нас Так секундочку Если эти устои Прижились в христианстве Это означает о том Что эти устои Были хорошие Раз столько веков Христианство На этом деле стоит Зачем же вы Искажаете Основы Как христианские Так и те Древние На которых Оно строится Получается Вы же сами Ребята Выбиваете Опоры Из того здания Которое строите Но они просто Так постарались Уж так постарались Уж перестарались Попробуем С точки зрения Здравомыслия Чуть-чуть Поразмыслить Европа Которая к тому времени Уже имела Более глубокие Христианские Корни Страдала Все время От эпидемий От вшивости От грязи От низкой культуры Теперь давайте Разберем А страдала ли Этим Россия И мы К удивлению Некоторых Увидим Что Россия Этим страдала Почему? Потому что Были Очень жесткие Уставы Бытия Семейного Общественного И там не было Ни разврата Ни пьянства Ни какого-то совокупления В Европе Как я уже сказал Были Эпидемии Была Вшивость И так далее В России Этого не было Почему? В России Всегда следили за чистотой Не только духовной Но и физической Бани в России Стояли в каждом дворе И были еще общественные бани В тех местах Где дворов было слишком много И на каждый двор Баню не настроишь Это говорит о том Что чистота была Тут же показывают Грязных людей Вшивах я предполагаю Раз грязь Да они не моются И проводят Параллели получается Что это уже было Ну как и в Европе Так не было этого Этого не могло быть У нас не было эпидемии Даже с этой точки зрения Друзья Представьте себе Что вам показывают Вам показывают Совершенно другое То есть Вас и здесь еще обманывают И если вы вот так вот Дальше будете разбирать Вы поймете Что вам показывают Гнусную ложь Провокацию Наши предки так не жили То есть получается Вам показали За ваши же деньги То чего не было Вам внушают И вашим детям внушают То чего не было У вас и у ваших детей Отрывает великое прошлое Искажают основы Христианства Искажают основы Нашей древности Искажают основы Нашей жизни Получается Нам пытаются Очень сильно Внедрить В мозг Идею Что у нас Не было великого прошлого Что мы были Свиньи подзаборные Что мы были Всего мжеватого вида И так далее Если у людей Убрать прошлое То в этом случае У людей Не будет будущего Вернее оно будет Но оно будет Совсем не то Которое этим людям Было бы подстать Другими словами Этим фильмом Вносится Раскол Раскол Как ты правильно сказала В наше Гражданское общество Опять начинается Войнушка Вот эта Гражданская война Где Христиане Направлены Против язычников Язычники Против христиан Те которые Ни во что не верят Готовы лупить И тех и других Скажите пожалуйста Тогда для чего Снимался этот фильм На государственные деньги Чтобы 282 статью Что ли Раздуть в обществе Возмущение Вражды И ненависти По каким-то признакам Я поэтому и считаю Что фильм Викинг Это предательство Родины И диверсионный Фильм Продукт диверсии И так его и надо И расценивать Как терроризм Направленный На подрыв Покоя Внутри страны И внешнего Международного Имиджа России Я вот знаешь Еще хочу сказать Есть люди Которые Говорят так А не нравится Не смотри Промолчи Умнее будешь Ну и так далее Вот знаете Вот я хочу сказать Как можно До такой степени Ну как сказать Потерять Самосознание И вообще Умение Рассуждать Занозу Надо вытаскивать И не припудривать Иначе будет Нагноение Пример С Украиной Молчать К сожалению Поза Страуса Жопа Не уберегает Она ее наоборот Подставляет Я так уже Грубо буду Говорить И молчать Или говорит Нет Давайте в противовес Будем создавать Хорошие фильмы Да давайте Пожалуйста Ребята Давайте создавать Хорошие фильмы Пожалуйста Те же 28 Умпиловцев Уже есть такая волна Просто эти претензии Которые выражены Направлены ко мне Они довольно странны То есть я увидела Опасность И должна была промолчать И именно это Таким образом Я и должна была Выразить свою гражданскую позицию Молчание Вот Давайте уже Немножко взрослеть Умнееть Понимать Что происходит с нами Не нравится Не смотри Извините А давайте снимем Фильм про ваших Собственных предков Где вольно Пофантазируем И скажем А что же Твою подлецы Такого не было Я скажу Не нравится Не смотри Вот и все Это же Ну подло Так себя вести Не честно Ну вот Поэтому давайте Понимать Что происходит Еще Хочу сказать Что Фильм исторический Ну люди говорят Исторический Не надо Так сильно принимать Близко к сердцу Эта история Ну типа так и было Да Исторический Мол Это самое Я хочу сказать Ну хватит уже быть наивными Каждый исторический фильм Несет в себе ошибки Но не каждый исторический фильм Является идеологической диверсией Ну можно же различать Ну хорошо Сражаются в фильме Александр Невский С страшными Там смешными Этими ведрами С просьбами Для классов Которых один И понимая Что потерял маневренность И ты Бой не выиграешь Могут посмеяться Реконструкторы Могут посмеяться Историки Но фильм Жизнеутверждающий Фильм Духоподъемный Фильм Во славу Предка В фильме Здоровый Психический Показан Князь Он пышет здоровым Физическим Психическим Духовным Смотришь на такого Такого детей Рожать хочется А в отличие Смотришь на вот это Которое там Князь Владимир Убогое создание Как он может быть Князем Такой великой страны По недоразумению Только Но не может Такой человек Князем Поэтому Я вот все Вот эти возражения Ребята Ну давайте взрослеть Уже Еще хочу сказать Еще и такое Было обвинение Мне говорят А самопиаром Занимаешься Вот ей Богу Возьмите И пройдите Тот же путь Я уже 29 дней Не отхожу От экрана Монитора И честно говоря Расход моих Душевных сил Он уже Достаточно Большой Я Ну Я конечно Понимаю Что Есть и проплаченные Тролли Но есть и Недопонимание Своих же Просто Недопонимание Такой еще Чипсоеды Диван Которые Никак не проснутся Я хочу сказать Что Если косвенно То дело Которое я затеяла Еще и Мое имя К тому же Ну получается Цепляет И Оно теперь На слуху Скажите мне А что в этом Плохого Ну Если вдруг Станет на слуху Такое имя Вот Мое Например Или что Пусть лучше Пиарится Голая попа Этого Какой-то звезды Телезвезды Шоумена С тех же Голубых экранов Очередной Типа Бори Моисеевой Все-таки Ты произнесла Ну а что Он ее показывал Прям в экран Он показывал Свои отношения Как хорошо Что я его не видел Так Ладно Я видела Это было Пожалуйста Тебе не повезло Мне не повезло Вот что Пусть его пиарят Ребят Вы знаете Еще одно возражение Говорят Вот Ты сказала О фильме Плохо Но это Пиар-фильма Слушайте Ну Елки-палки Больше пиар Чем создал Первый канал Своему фильму Я не создам Мне с ним Не потягаться В возможностях Про пиара И Вы поймите правильно Сказал Хорошо Пропиарил Сказал Плохо Пропиарил Получается Любой разговор Пиар Ну хватит Глупости Это уже Это самое Есть такое Понятие Как аналитика Общественное мнение Вывод И не любой Разговор Это реклама И если мы Так считаем В таком случае Нюрнбергский процесс Это полностью Пиар Нацизма А дела Которые Предшествовали Это сбор Данных Доказательная База Описание Всех эпизодов Получается Что Дела По рекламе Так Да и сама война Тогда получается Пиар Нацизму Сталин когда воевал Он пиарил Нацизм Потому что Он уже уделял Внимание Он уже говорил Про это все время Он пиарил Нацизм Пиарил Нацизм Вот насколько Надо было Извратить мозги Себе Ну давайте Уже вычищаться Выравниваться Как-то вот В себя приходить Потому что Ну мы опасно Быть глупыми Ну уже Слишком опасно Так вот Чудить и глупить Вот Еще говорят Что Я просто сразу Все скажу Я сейчас вам Все скажу Я вам все скажу Еще говорят Что я решила На этом заработать У меня вопрос Как Умные люди Которые в этом Обвиняют Дело в том Что расходы Которые человек Может поднести Он их Понесет Может быть Нотариус Обогатит Нотариуса На полторы тысячи Для того Чтобы доверенность Выписать Для представления Его Допустим В суде Но это еще Дойдет ли до того Вопрос А отнести документы В прокуратуру Я объясняю Это расход На бумагу А четыре Несколько листов По расходу Каким образом Я здесь могу Получить доход Я Я не понимаю Это тоже Какое-то извращенное Сознание Которое Это пишет К сожалению Люди Которые Эти вещи Говорят Они Или Работают По установке Как очернить А надо просто Очернить Вот И давайте Очернять А другие А другие Которые Подхватывают Они К сожалению Не понимают Машины Заработка Как здесь Можно Заработать Они Не понимают Просто Они повторяют Слова С этим Мы сталкиваемся Постоянно А вот Сказали Значит Это так То есть Стакан мой Наполнился Этой глупостью Я уже не разбираю Глупость Это не глупость Я не хочу Разбираться В этом Мне сказали Что это Пиарщица Которая Зарабатывает Деньги Она такая Секая Она Деньги Зарабатывает Как Зарабатывает Не знаю Но Зарабатывает Все Ну вот Эти 30 дней Я пока Только Заработала Себе Как сказать Добрые слова И плохие слова Вот это Мой заработок Пока Вот он В таком Ну и Конечно Я немножко Подустала Скажем Так Морально Потому что И это Только начало Потому что Первый канал Об этом узнал Только вчера Я думаю Что Я еще Услышу О себе Ты еще Появишься На первом Канале И тебя Будут еще Разбирать Да Скажут Что Я уже Готова Ко всему Вот Я хочу Сказать Слова Благодарности Если можно Те Кто Меня Подхватил И сразу Эту информацию Понес Каждому Кто Сделал Репост У себя На страничке Ребята Большая Благодарность Группе Научи Хорошему Отдельная Большая Благодарность Тоже Дмитрий Раевский Буквально С первых дней Делал Посты И готовили Материалы Поучаствовать Опять же С твоей Помощью Поэтому Поддержка Есть И я Очень надеюсь Что здоровых Людей У нас Гораздо Больше Я думаю Что наше дело Правое Враг будет разбит Победа будет За нами Да Такие слова Которые Сталину Приписывают Вот Ты сказала Очень много Чего хорошего И яркие Образы Привела Я вот Свербит Хочу Образ еще один Подкинуть Тем Кто Говорит А давайте Не будем На это Обращать Внимание И давайте Будем Делать Хорошее Вот Теперь Представьте Себе Выходите Вы Друзья Мои На улицу И видите Что по каким-то Причинам Вдруг Ваша Улица Вся Заполнена Вот все Перед домом Вся улица Заполнена Каким-то таким Веществом Плохо пахнущим Куда наступаете Оно прилипает Вид у него Нехороший Потом Разносит И так далее И вы Не берете В руку Лопату В руки Лопату Не берете Не призываете Сограждан Чтобы убрать Это все И отвезти на поле Например Или в компостную кучу Это все свалить Нет Вы говорите А давайте Друзья мои Мы возьмем Красивые Узорчатые Ковровые дорожки Вышитые С золотом С нашими Правильными Символами С нашими Оберегами И вот Разложим Поверх этого всего И будем По ним ходить Не будем Вляпываться В это во все Скажите пожалуйста Долго ли вы На свободе будете Психушку Вас Через какое время Заберут После таких заявлений Это же надо Быть сумасшедшим Человеком Чтобы на дерьмо Класть дорогие дорожки Да Дорогие дорожки Должны быть Но дорогие дорожки Выкладываются Там где убрано Чтобы встречать Гостей Дорогих Чтобы самим Ходить По этим дорожкам И извиняюсь Снимать грязную Обувь А вы Вы предлагаете На вот это Окружающее Нас Не прилагая Никаких усилий Чтобы отмыть Ваш дом Отмыть Вашу улицу Отмыть Ваших родичей В конце концов Чтобы Поставить На место Негодяев Которые Фекалии Свои Разбрасывают Направо И налево Как безродные Собаки Чтобы не Поставить На место Мерзавцев Которые Ваши деньги Разворовывают Чтобы не Поставить На место Гадов Которые Позорят Нашу Страну Вы хотите Вот это Все оставить И вы хотите В своем Маленьком Мерке Быть Который Будет Тратить Деньги На производство Да Прекрасных Дорожек Но эти Потом Дорожки Бросать В это же Задумайтесь Хотя бы Об этом Но вы Хотя бы Чуть-чуть В голове Подвигайтесь Чем Что осталось У вас Поразмыслите Что Чисто Там где Убрано И там где Не дают Возможности Мусорить И вот там Уже Дорожки Можно раскладывать Картинные Галереи Можно устраивать Детям Давать Возможность Играть А если Вокруг У вас Все загажено Бурьян Ну тогда Вы извиняюсь Что-то делаете Не то в этой жизни Ну что ж Давай теперь Переходим К завершению Нашей встречи Итак Есть Первые Результаты Что Теперь Необходимо Тем людям Которые Послушали Нас Посмотрели Какие-то Другие Фильмы Или Видеоролики Связанные С этим Всем Что Необходимо Теперь Им сделать Давай Так вот Завершающую Точку Поставим Если вы Хотите Отставить Честь Предков Можно Это Сделать Юридически Грамотно Написав Иск О признании Фильма Экстремистским Материалом И отнести В прокуратуру Вашего города Именно Вашего По месту Жительства Потому что Там шел Прокат Был случай Когда Одному Мужчине Отказали Не буду Называть Город Сказали Что Место Истца Москва Туда И направлять Ничего Подобного Ничего Подобного Вы Смотрели Фильм В своем Городе Прокуратуру Несете В своем Городе Бумажно Распечатано Лучше Пройти Ножками Не посылать Почту Можно Почтой Но Не поленитесь Отнесите Хотите Получить Экспертизы Обращайтесь Ко мне Яна Сабля Вконтакте Напишите Я вам Вышлю Экспертизы У вас Будут Иск Прокуратуру Типовой Будет Ваше Дело Только Внести Ваши Данные Распечатать Подписать Отнести Вот так Вы проголосуете За честь Своих Предков За безопасное Будущее Наши Страны За Безопасность Как сказать Психики Наших Детей Потому Что Фильм Чудовищный По своему Содержанию Деструктивные По своему Деструктивные Психические Образы Детям 12 плюс Однозначно Был нанесен Урон Однозначно И грамотный Психолог Это может Доказать Если вы Решитесь Пойти В суд Я просто Хочу сказать Что суды Это дело Затратное Если вы Можете Себе Это позволить Конечно Вы докажете Что ребенку Болон Вред Но пока Самый Наименее Затратный Наименее Сложный Путь Это Иск Прокуратура Уполнитель Жительства Можно Городскую Прокуратуру Я думаю Что понятно Как действовать И в заключении Я только Добавлю Следующее Друзья Мои Самым страшным На Руси И вообще У всех Славянских Народов Было Предательство Предательство Это самый Страшный Кто-то сейчас Называет Грех Кто-то Называл Раньше Преступление И тех Кто совершал Предательство Высшее Предательство Тех Называли Выродками А что Значит Высшее Предательство Высшее Предательство Это Предательство Родины Предательство своего брата, своего родича и предательства памяти своего рода. Вот когда совершались подобные предательства, таких людей называли выродками и изгоями. Ты перестал быть для нас своим. Ты выродок. И с ними поступали очень жестко. С ними больше не общались. Их отправляли куда-то на выселки или вообще изгоняли из своего царства государства. Вот если для вас, дорога, честь родины, честь родов, и вы не являетесь предателем, то есть у вас есть еще и ваша честь, тогда прислушайтесь, пожалуйста, к вашему сердцу, к вашему разуму, к вашей совести и предпринимайте определенные решения и действуйте. Иначе ничего хорошего не будет. Я надеюсь, что нас слушают люди, для которых слово честь, совесть, родина, отчизна не пустые слова, и что наш маленький сегодняшний труд будет на пользу державе, на пользу всех наших родов. Напоминаю, что сегодня мы общались с Яной Голощаповой, известной как Яна Сабля. С вами было Народное Славянское радио. До новых встреч, друзья мои. Услышимся. Субтитры подогнал Игорь Негода Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова